Здравствуйте, друзья! Мне пришли сегодня, вернее вчера, две посылки с Алиэкспресс. Вот сегодня при вас их раскрою. Вопрос мне задал один из подписчиков, как заказать с Крыма все-таки посылку на Алиэкспресс, чтобы не возвращались деньги. Делается заказ, деньги уходят, потом деньги возвращаются, посылка не приходит. Такая проблема появилась где-то осенью прошлого года. До этого заказы проходили, но через мастер-карт, через те платежи, которые можно было провести. У нас карты, как правило, крымские не принимались. Через российские, через какие-то другие платежные системы умудрялись заказывать, все равно посылки приходили. С прошлого года перестали не приходить. Выход мы нашли. О нем я вам сейчас и расскажу. В общем, получается, что та электронная почта, которая ранее была подвязана к Крыму, но Алиэкспресс ее видел реально как Крым, и она была зарегистрирована либо при Украине, либо при России уже, но вот именно в тот период до осени. Четко видны по этой электронной почте были привязаны крымские адреса. Вот на такие адреса перестали приходить посылки. То есть деньги стали возвращаться назад. Еще проблема, что когда указывали там Озер или как-то другой регион, да, вот в Алиэкспресс когда указываем, и указывали город конкретно, крымский. Точно так же Алиэкспресс реагирует, видя, что это Крым, прородил возврат денег. Значит, выход какой? Вы регистрируетесь заново на Алиэкспресс, заводите новую электронную почту, чистенькую. Любую, там российскую, это не важно, там электронку. Но после этого регистрируете адрес на Алиэкспресс. Когда адрес вы регистрируете, указываете также другой регион, но при этом не указываете город, вы указываете только индекс. А в графе город точно так же еще раз дублируете индекс. Все, к вам посылки будут приходить. У нас в Крыму распространена карта Мир, да. По Мир тоже есть там часть таких магазинов, которые принимают карту Миру на Алиэкспресс. Но для этого нужно подойти в ваш банк и открыть там еще какую-то услугу. Тогда можно будет через электронные сервисы переводить деньги сразу на Алиэкспресс. Но я нашла выход вообще как бы простой такой. Я зарегистрировалась на Киви Валет. Это электронная платежная система, электронный кошелек, на который беспроцентно перечисляются деньги с карты Мир. Это буквально секундное дело. И оттуда уже деньги уходят на Алиэкспресс. Платеж проходит очень быстро. Посылка заказывается, деньги не возвращаются. Посылка отправляется и приходит к нам домой. Вот, смотри. Вот он адрес. Как бы вам так показать, чтобы вы видели. Вот он адрес. Но здесь указано у нас фамилия, имя, отчество. Конкретно адрес. Потом у нас индекс. И Озер, другой регион Российской Федерации. Все. Здесь нету никакого города. Таким образом, мы обманываем вот этот сервис Алиэкспресс. К нам все замечательно заходит. Сейчас я при вас хочу раскрыть посылочки. Посмотреть, что у нас есть. Вот одна посылочка я разрезала уже. Это я заказывала сумочку. Сумка, кстати, это не Алиэкспресс. Для меня, конечно, большая, большим, как говорится, сюрпризом, судя, что я увидела эту сумочку. В общем, поджум нам пришла сумочка. Вот такая вот. Женская, небольшая. Алиэкспресс мы сейчас откроем. Почему для меня неожиданностью, значит, была посылка с джумом? Потому что прошло... Ой, блин, даже... Ну, по-моему, я 18 февраля заказывала. Представьте, уже сколько месяцев прошло. Это уже прошло 3 месяца. До этого я заказывала там вот камеру, с которой я сейчас снимаю, экшн-камеру. Вот она пришла тогда, в принципе, очень быстро. Там до месяца что-то. Но время прошло всего лишь. Все остальные посылки идут очень долго с этого магазина. Я уже думала, я не дождусь эту сумку. Так, Алиэкспресс. Алиэкспресс присылает в зависимости, конечно, от продавка. Ни одна посылка пришла за буквально через неделю, уже была дома. Сейчас я открываю посылочку, посмотрим, что у нас там еще пришло. Очень ждала этих посылок, потому что это все для экшн-камеры, для наших съемок. Как ее разрезать, даже не знаю получше. До этого я заказывала вот ту посылку, которая пришла буквально за неделю. Заказывала дополнительные аккумуляторы. Вот они вот в такой коробочке пришли. Ну, дополнительно еще была коробка, конечно, сверху упакована так хорошо. Вот. К ним был вот такой вот шнурочек для зарядки. Вот такие две батареи. И вот сам получается по себе зарядник. Все это мне обошлось в 500... Около 550 рублей что-то. Вот сейчас точно вам суммы не скажу. Это два аккумулятора и зарядное устройство. Так, а теперь сейчас... Вот, хорошо. Мне сейчас пришла, значит, сумочка под экшн-камеру. Четко под экшн-камеру. Потому что я уже, честно, переживать начала, что я угроблю ее объектив, потому что она царапается все равно в сумке. Заказала такой чехольчик. Именно для женской сумочки удобно. Я буду, наверное, заказывать еще сумку под все причиндалы, так сказать. Но вот мне надо было конкретно под сумку. Просто чехольчик. Пришло. Штатиз мне пришел. Вот такой. Вот приват открываю. Вот он становится. Какая прелесть. Я его очень ждала. Вот видите, как неудобно камера стоит. Сейчас я закреплю на него и будем дальше снимать. Ну вот. Закрепили мы штатив. На штатив нашу камеру. Теперь она у меня стоит в нормальном положении, так сказать. Сумочку примерила. Очень даже хорошо. Как раз она туда ложится. Сюда можно дополнительно что-то положить. Так, дальше смотрим дополнительные какие-то крепежи. Это у нас присоска в машину. Я сейчас собираюсь учиться на права. Будем ездить на машине. Вот такая присосочка идет. Что еще? Так. Это тоже дополнительное крепление. И вот то, что я очень хотела. Это крышечка на объектив. Чтобы он у нас не царапался. Вот так вот нас Алиэкспресс порадовал очередной посылкой. Цены, конечно, ну очень такие демократичные, я бы сказала. Очень хорошие. Конкретно если рассказать, сколько что стоит, тогда сейчас я зайду, посмотрю. В принципе, сколько нам обошлась эта посылка. Я по приложению Алиэкспресс могу быстро это увидеть. Вообще приложение, конечно, супер. Так, заходим в мои заказы. И вот наш заказ. Так. Вот эта сумочка 101 рубль 70 копеек. Дальше. Автомобильная присоска вот такая вот стоит 82 рубля 89 копеек. Поехали дальше. Штатив, который я вам показывала, стоит 116 рублей 99 копеек. С которого мы сейчас как раз таки снимаем. И вот эти крепежи все идут вот именно к штативу дополнительные. И наша крышечка на объектив стоит 44 рубля 68 копеек. Вот такие цены, друзья. Дальше нам еще должны будут прийти посылочки дополнительные. Я постоянно на Алиэкспресс заказываю. Если вам интересно обзоры, что почем и как можно заказать, подписывайтесь. Будем снимать, будем показывать. Удачи! Всем пока!